Я крестил тысячи детей, но, знаете, как и многие другие священники, просто однажды я пришел к тому, что понимание, что зачем, ничего, глупо все это, глупо, что мы делаем, это, знаете, мартышкин труд, будем так говорить, в лучшем случае. И потому что везде, где прямо или косвенно говорится о крещении, везде имеется в виду это сознательный акт веры самого человека, то есть, внимательно, а так получается, без меня меня крестили, ну, глупо как-то все, ужасно, глупо. И мне настолько это все тоже достало, что я отказался от крещения младенцев, объявил, он сказал, что людям как мог, объяснил, что люди добрые, хорошие, так и так, и я говорю, крестил детей, ну, говорю, вот, простите, вот, сейчас передумал. Я принял такое решение и держусь до сих пор это правило, хотя понятно, что крещение это не только обряд, не только погружение в воду, это и постоянное пребывание в нем Боге и прочее, 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 но погружение в сущность Отца, в естество Сына и в силу Духа Святого, это не просто обряд красивый, можно погружаться на каждый день Божий, но так и не будет крещено, по сути, Бога самого, в Иисуса Христа, не прогрузиться, не войти в него и не пропитаться им, а такое крещение, это без внутреннего решения и погружения в Христа, это, понимаете ли, чисто внешний обряд, он, конечно, не спасет. Но все-таки, но все-таки, педагоптизм, знаете ли, это вообще, как я понял, как религиозное извращение такое, нужно отказаться как можно быстрее нам. Я лично отказался от этого еще тогда, 20 лет назад. Многие другие вещи, они тоже очень сильно доставали меня, вот именно, знаете ли, суеверия, религиозный культизм, но вся шелуха отпала тогда, когда воззрел я на Христа. Когда возле Христа, когда вне Христа темный вес, когда снова Христос в центре внимания, все очень починут, все на свои места становится тогда, все понятно становится. Без Христа это просто невероятно, это просто темный вес, и чем дальше вес, тем злее партизаны. Вот так вот. Ну, друзья, у нас будет вечером где-то сколько сам? А шестнадцать. А шестнадцать. Хорошо. Я еще кое-что спою. Я очень люблю петь, хотя не певец, но художник. Но люблю петь, и у меня с собой такой даже талант есть. Вы, конечно, готовы обрезаться? Шутка. А то могут поработать еще обрезатели. Не, ну, дело в том, что, конечно, есть обрезатели. Ты сейчас пугай братья, пизонируешь. Ну, ну. Нет, если там ради иудеев или ради мусульман, то если вы идете там в эти страны проповедовать, то да, там это как бы... Но если это просто ради спасения, то упаси Господь просто, потому что это, понимаете, тогда и беззакон старайтесь выполнить, а это бесполезно. Гибло дело, короче. Ноги пробовали до нас, и ничего не получилось. И вот, друзья, хочу спеть благословение на вас. Очень люблю это благословение. Это из четвертой книги Моисеевой, из чисел. Шестая глава, слова благословения. В конце шестой главы три стиха, которые, вот как говорят мудрецы еврейские, изменили мир. И вот я верю, что это так. Потому что, когда Бог смотрит на землю, обращает внимание на народ, обращает внимание на человека, ничто не может оставаться прежним, каким оно было до того. Все меняется. Но, как Чарльз Перджин говорил, что оно меняется либо в одно, либо в другую сторону. Он сравнивал сердце человеческое, Чарльз сравнивал сердце человека то с воском, то с глиной. И в полумраке, в сырости, где-то это и то, и другое может быть примерно и на ощупь, и по составу. Ну, на внешний вид примерно одинаково. Но когда и воск и глину мы выносим на яркий свет, на жар, на солнце, то глина превращается в камень, а воск, он плавится. И вот, говорит, тоже, когда Бог приходит и поражает земным проклятием, не потому, что Он хочет проклинать человека, потому, что человек ожесточал свое сердце, как глину. И однажды, все-таки, рано или поздно, вот эта принципиальная разница между служащим Богом и неслужащим, она дает о себе знать. И чем ближе Бог, вот вначале брат пел, да? Ближе Господь к тебе. Классная песня. Очень хорошая. И, знаете, когда действительно Он ближе, и ближе, и ближе в своем естестве к человеку, вот происходит следующее. Либо плавится сердце, либо оно ожесточается. Вот, либо камень, либо воск. Но, как фараон, он вначале ожесточал свое сердце, да? Потом еще раз написано, ожесточал свое сердце. А потом уже написано, Бог ожесточил сердце. Не потому, что Бог, похоже, а потому, что Бог посещал его страну, его народ все больше и больше, ближе и ближе Бог был к Египту. И чем ближе, когда Он далеко был еще Бог от Египта, ну так, если можно выразиться, как бы, да? В Его силе, в могуществе, то грешник Он мог бы все чувствовать нормально более-менее. Но когда Бог приближается, то все меняется. Есть одна пробовать, как говорится, о грешнике в руках раздневного Бога. Эта пробовать, которая произвела в Америке в свое время огромное действие и, как считается, толкнула одну из первых больших духовных пробуждений, которые сформировали двух наций. Вообще-то, ну, потрясающая история. И вот тоже в том слове как раз говорилось о сердце грешника. И Бог ближе. Они говорили, мы молимся за Новую Англию, молимся за колонии, и что Бог приближается, и грешник, он просто не выдержит его на окамене. И вот сейчас, пока еще Бог приближается, есть выбор. Успей сделать выбор правильный. Ты либо в ту, либо в ту сторону. Либо мертв, либо жив. Дальше будет сложнее делать выбор. И слава Богу, благодарю Богу за тех из вас, что, думаю, Божество, сделали правильный выбор в своей жизни. Кто-то еще, может, выбирает. Но чем дальше, тем выбор сложнее делать. Чем раньше тверже принимаешь решение, тем лучше. И потому что дальше ближе Бог, и либо больше ожесточения будет, либо больше гадности будет. И призываю милость Божью на вас, друзья. Я благословляю на еврейском языке. Не знаю, дело, конечно, не в календарях, но я очень люблю этот календарь. И сегодня первая Ниссана, 5776 года. Знаменательная дата такая. Если брать под грехопадение человеческого рода, библейское численность. По гражданскому календарю 2016 год. И пусть этот Новый год, ну, в таком Божьем, как бы, в Божьей просьбе выраженной, пусть он будет годом милости и благости к вам, ко всем. И те, кто уже на полях миссионерских, тоже их благословляют, где мы не были. Те, кто сейчас, может быть, ожесточаются, дай Боже, покаятся и перейти на сторону Бога, этим словом. И пусть Бог совершит чудо. Благословляя вас, вашу судьбу дальнейшую, и вот сегодняшним днем и дальнейшую вашу судьбу благословляем. Стихами благословения. Стихами благословения. Стихами благословения. Стихами благословения. Стихами благословения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благослови Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благослови Господи Во имя Иисуса Христа Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 потому что это очень сэп, ласка, очень замечающе. Друзья, значит, туда Таршел Би. Там мы стоим в центре, я думаю, в час охотим бидамо. Раздуемся в одну полу, а бидам бидамо. Кролошатый бидей, вещательный случай. Что-то ли там? Твою издание? А, вы бегаете. Сейчас мы идем на бидай совершенно. Я вам на волосы больше. Ну, на час. На час одиннадцать. Хорошо, тогда у вас сейчас свободное время, это час. А после обеда пойдемте секунду. Можно... И в родитель. Священник. Ритм 5776. Ну, это если брать библейское числение, если брать дату жизни от Ададама до наших дней. Друзья, давайте все вместе пройдем сюда и сделаем такая. Так. Ага. Так. Вот так, да? Слава Богу. Слава Богу. Так, братья и сестры. Приветствую. Приветствую. Привет всем с такой школы миссионерской. Приветствую. Молитесь за львов, молитесь за вот таких орлов, чтобы орлята такие поднялись на крылья своим. Слава Богу. Слава Богу. И пусть эта школа миссионерская тоже будет в вашем сердце, в вашей молитвенной жизни. И молитесь вообще в целом за миссионеров. Пусть Бог благословит вас.